Здравствуйте, дорогие друзья! 12 апреля в 9 часа утра я шла домой из поликлиники и вдруг мое внимание привлекли вот такие насекомые. Один, вон второй ползет, третий. Ой, да их здесь целая дивизия. Это же солдатики, клопы-солдатики, казачки, красноклопы, бескрылые, пожарники, пожарники другие. Как же они нам нравились в детстве, да и сейчас многие дети любуются необыкновенной красивой расцветкой этих одних из первых насекомых, появляющихся весной. Их называют солдатиками из-за расцветки, конечно, как будто у него, у солдатика, такая одежда былых времен. А еще от того, что собираются они, солдатики, кучками. Получается своего рода какие-то подразделения, роды там, отряды. Зимовали солдатики где-то здесь, в теплом местечке, в щеле строения. В почве бывает зимуют, в засохшей листве. А как только солнышко растопило, лежащее здесь на траве снег, они уже тут как тут появились, засуетились и сбиваются кучки эти красивые насекомые. Очень уж у них красивая краска с черными точками и рисунками. Разместились тут на ярком освещенном солнце стороне. Они похожи на жучков по строению, но не летают и поэтому относятся к семейству клопов. У жуков ротовой аппарат грызущий, а у солдатика колющие сосущие хобочки. Хоботочки. У них красные глаза, продолговатое тело, длина которого от 6 до 12 миллиметров. Вон как они лапками перебирают. Эти лежат и эти еле двигаются, а вот те, которые дальше настроение, бегают. Насекомые эти с неполным превращением. Из яйца выходит личинка, а уже как куколка. Острые коготочки позволяют им передвигаться и по горизонтали, и по вертикали. Везде бегают, по деревьям, по строениям. Вот какая кучка здесь лежит. Это все самцы. Они шире, чем самки. В определенное время суток у них наблюдается разная степень подвижности. Вот более широкие это самцы. Их здесь в 3-4 раза больше, чем самок в каждой колонии. Самочки просыпаются раньше самцов и поэтому гибнут от весенних заморозков. Вот их и меньше. С паренью у солдатиков происходит не совсем обычно. Самка с самцом прижимаются друг к другу задними частями туловища. Бегают так от нескольких часов до 7 суток. А затем самочки откладывают яйца, похожие на маленькие рисинки. И некоторое время их охраняют. И через 10 дней уже появляются личинки. Они начинают усердно есть молодые растения. Но не сами растения. А хоботком протыкают и выпивают сок. Вонзают свои хоботки. Весь сок выпивают. Иногда это приводит к засыханию, гибели растения. Так что не безобидны эти насекомые на наших огородах и дачах. Особенно страдают виноградники, капуста, укроп, кориандр, морковь и свекла. И взрослые насекомые тоже пьют сок растений. А еще любят семена липы, плоды фруктов, яблок. Выпивают также остатки сока у погибших насекомых и даже у своих сородичей. Через 24 дня личинка солдатика уже становится половозрелым насекомым и уже может производить себе подобных. Живут солдатики немного от 6 месяцев до 1 года. Их не любят есть большинство птиц. И даже паук выбрасывает из своих сетей, если какой-то солдатик туда попался. А все из-за неприятного запаха, издаваемого ими. Есть у них такие железы, которые вырабатывают этот запах. Особенно он чувствительен, когда они кучками находятся. От каждого же запах исходит. Солдатики-биоиндикаторы. Ученые по особенностям их окраски и рисунку на спинках оценивают состояние окружающей среды. Встречаются солдатики с марта по октябрь в кустах, на деревьях и пнях с южной стороны, возле заборов и на траве, как сейчас. А у спячка уходят они с первыми заморозками. Пусть себе греются, пока тепло. Вот они тащат друг друга, ходят. Это возле дома находится. Кто-то на траве из них гуляет или лежит кучкой. Греются на солнышке. Пусть греются. Я погуляла, а солдатики продолжат свою прогулку. Ведь она только началась для них. Было ли вам интересно? Пожалуйста, напишите в комментариях. А также жду ваши лайки и ответы на мою загадку. Послушайте, пожалуйста, внимательно, о чем же эта загадка. Она очень легкая, как обычно, мои загадки. Она пришла, так долгожданная, и принесла с собой цветы. Рассвел подснежник, одуванчики, затем деревья и кусты. Что же это такое? Я очень жду.